здравствуйте дорогие мои телезрители канала афонтова и конечно же подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема помидоры грунтовые и что с ними происходит и что с ними сейчас нужно делать значит так как можно чаще подходите к своим посаженным томатом на грунте и смотрите что с ними происходит вот я как можно реже это делаю потому что все время в отсутствии у меня вот такая работа стала господи ты боже мой не видела уже месяц свой сад и огород к сожалению но посмотрев подойдя к ним я поняла что да листья касаются земли это же ужасное что-то как они выглядят да это просто страх божий на это смотреть невозможно все нижние листья сейчас удалите удалите до 1 плодовой кисти которая уже сформировалась ну может быть томаты еще не выросли до определенного размера этого сорта но вы уж пожалуйста постарайтесь убрать все листья которые имеют пятна на помидорах пятнистости не знаю сколько это просто ужас какой-то и бурая и серая и не знаю какая но помидоры прекрасно плодоносят у них и там кисти все завязались посмотрите какие шикарные кусты но если сейчас не убрать листья вы об этом горько пожалеете скорее всего томатики сами плоды тоже заболеют и тогда придется просто ведрами выкидывать на помойку это просто недопустимо слышите меня берете секатор и вперед из песней и начинаем стричь есть листья которые находятся на макушке практически но это не значит что их нельзя удалить их нужно удалить видите ужас какой-то страх убираем все что заболела без всякой жалости видите и все что вы обрезали убираете туда подальше от помидор потому что все это с влагой с дождями снова придет на наши помидоры посмотрите это же не просто ужас посленовые они конечно если за ними правильно ухаживать они себе такого не позволят но если все бросить и ждать когда там мой час помидорки соберу ну и ладно что они болеют подумайте-ка там не подумайте-ка там вот очень бы рекомендовала развести например перекись водорода две столовые ложки на 5 литров воды желательно бы трех процентную и опрыскать их перекись водорода немножко мыло можно добавить перекись водорода она работает очень хорошо против заболеваний и вы должны это знать потому что такие средства они абсолютно безвредны для нас и очень будут кстати от вот того что у меня развелось на этой грядке с грунтовыми томатами а это томаты мои любимчики это старый замок я уж не знаю если у вас такие сорта потому что он долго был в продаже а потом вдруг исчез но у нас сестрой вот оказались семена хорошие помидоры засолочные они и в салате великолепные и я их храню как не знаю что как зеницу ока и каждый год стараюсь обязательно их посадить конечно им бы сейчас бы крышу томата ведь не любят воды они от этого только зеленую массу образуют а вы не знаю как вас назвать даже ласково вы старательно каждый день по литрочку да по два литра плесканете вот все что влажно это все лишнее во-первых не завязываются плоды осыпаются понимаете а во вторых болезни как вы видите сами просто немерено вот все таки мне придется поставить дуги и закрыть это пленкой собаков они будут открыты но сверху на них влага уже не должна попадать и если вы собираетесь помидоры собрать сейчас то сделаете это правильно не надо выборочно по помидорке срывать по одной надо срезать всю кисть смотрите вот она кисть вот здесь она крепится к стеблю томата вот я ее я стригу вот так знаете почему знаете почему да потому что у каждого томата вот здесь есть место где плодоножка крепится к плоду и если мы оторвем его то это прямой вход всем вирусом и болезням даже в сорванном состоянии вы чё наверное полагаете что если вы помидор сорвать он болеть не будет да еще как будет поэтому кистями на дозаривание не ждите красными в сибири они у нас бывают редко это супер скороспелые сорта которые не дают большого урожая эти томаты дают большой урожай они плотные крепкие сладкие и уже как бы поменяли цвет и это здорово значит обрезаем кистями во избежание во избежание заболевания нашими плодами всевозможных вирусов а здесь их хоть и добавлять значит мы срезали кисть то есть кисти на каждом кусте найдутся уже томаты которые переходят в молочную зрелость и все остальное все что касается земли все листики все лишние стволики все лишние пасынки нужно просто уже убрать у нас август это начало осени томаты бесконечно расти не могут запомнили чем опрыскать на 5 литров воды две столовые ложки перекиси водорода 3 процентной и несколько капель мыла опрыскать их желательно в пасмурную погоду или поздно вечером когда нет солнышка ну вот на этом пока закончу но мы к томатам еще вернемся однозначно и